Дмитрий Геннадьевич Бурылин, Иваново-Вознесенский меценат и фабрикант, ключевая фигура для нашего города. К дню рождения областного центра изображение Дмитрия Геннадьевича оживили. Плакаты появились на рекламных тумбах по всему городу. Инициативные горожане сделали фотоколлаж, похожий на портрет Бурылина. В основу ледвие снимки двух человек. Оказалось, что найти людей с подходящей бородой проблематично. К сожалению, никто не откликнулся. Я даже с некоторыми людьми, одна девушка мне прислала список людей, которых сама нашла в ВКонтакте, у кого есть борода. Я выбирал из списка, списывался с этими людьми, никто мне не ответил. Потому что, видимо, посчитали, что это шутка. Бурылин заговорит с Ивановцами при помощи QR-кода. Телефон нужно поднести сначала к закодированному изображению, а затем к лицу Дмитрия Геннадьевича. Раскроем секрет. Бурылин призывает всех прийти в Краеведческий музей, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. В день города спеши в музей. Свой гаджет не забудь. Там QR-коды для тебя откроют тайный путь. Всех посетителей в день города ждет увлекательный квест и интерактивная экскурсия. Главное, не забыть захватить с собой гаджет и наушники. Встреча произойдет, конечно, не с самим Бурылиным, а с его потомком, который будет проводить интерактивную экскурсию не живьем, а посредством сканирования QR-кода. Любой желающий, который посетит музей с 31 по 1 июля, то есть целый месяц, может при сканировании получить информацию в виде видеоролика. То есть интерактивная экскурсия, которая будет рассказана им про правнуков Бурылина. Образ Дмитрия Бурылина лег и в основу логотипа дня города. Розовый цвет вдохновил художницу Надежду Пророкову на создание комиксов. У кого-то такое цветовое решение вызвало недоумение. Но Наталье нравится. На ее комиксах Дмитрий Бурылин – супергерой, который находит выход из любой ситуации. Приобретает экспонаты для музея, встречает привидения или ожившую мумию. Кстати, на заготовках Дмитрий Бурылин бесцветный, насыщенный розовый, возникает в результате компьютерной обработки. Комиксы я уже рисую несколько лет. Наверное, с 2009, когда закончил институт. Но Бурылиным занялась недавно. Собственно, быстро проект прошел, пару недель. Интересно было над ним работать, прежде чем, потому что он розовый. Но это забавно, интересно, так необычно. Тема «Богатая» говорит Надежда о комиксах с Дмитрием Бурылиным в главной роли. Не исключено, что вскоре у художницы появятся новые зарисовки с новыми героями.